Как и в 2017, как и в предыдущие годы, мы все друг другу желаем мира, счастья, благополучия. Ну и, конечно, каждый раз, когда мы готовимся встретить праздник Рождества Христова, вот обратите внимание, у нас этому празднику предшествует 40 дней поста. То есть это время, период, когда каждый христианин должен приготовить свой внутренний мир, самого себя, свою душу и сердце к этому великому празднику. Это в память о тех волхвах, которые пришли из далекой Персии, Вифлеем, совершили долгий трудный путь. И вот церковь как бы нам предлагает, как волхвы, так и вы, вот сейчас потрудитесь немножко над собой. Проделать тоже путь. Примерно, да. Совершите малый подвиг над самим собой. Очистите свою душу и сердце от всякой скверной нечистоты. Ну и, конечно, надо принести какие-то дары родившимся в Вифлееме Христу Спасителю. Да, волхвы принесли золото, ладан, смирну. А вы что принесете, православные христиане? И церковь нам говорит, можно что-то принести. Это дела добра, любви и милосердия. Ну вот принято на Новый год, на Рождество дарить друг другу подарки. Для вас какой подарок самый дорогой, самый памятный? Вот для меня, как для епископа, наверное, самый лучший подарок будет, если я увижу, что наши верующие люди, епископы, священники, живут в мире и в согласии. О чем я, кстати, сказать, всех призываю всегда, как у нас проходят какие-то мероприятия, всем говорю, братья, отцы, давайте жить в мире, в согласии. Общайтесь друг с другом. Не делайте никому никаких гадостей, но не завидуйте никому, не осуждайте никого. И вот я думаю, что, вы знаете, это для меня самый лучший подарок. Сегодня славянский духовный мир несколько разобщен, в первую очередь из-за событий на Украине, на Юго-Востоке, опять же, в первую очередь. Что должны делать верующие, если, может быть, у церкви какие-то советы, что ли, чтобы мы всех, мы, конечно же, все хотим, чтобы там как можно скорее воцарился мир? Начало вот этим разногласиям, вот этой междоусобицы было положено в то время, когда произошел на Украине раскол церковный. И вот это все повлекло за собой то, что мы с вами сегодня видим на Украине. Разделение, вражда, ненависть. О чем нам делить? Но искра, она была тогда выбита во время раскола в церкви. И поэтому сегодня, конечно, и святейший патриарх московский, и вся Руси Кирилл, и блаженнейший митрополит киевский, и вся Украина Ануфрия делают все возможное для того, чтобы примирить людей. В 2018 году каких новостей ждать прихожанам от Белорусской Православной Церкви? Может быть увеличится количество приходов, появятся новые храмы? Надо сказать, что 2018 год у нас в Белорусской Православной Церкви объявлен годом митрополита Иосифа Семашко, поскольку это очень известный митрополит. Ему исполняется в этом году 220 лет со дня рождения и 150 лет со дня его кончины. В его бытность, когда он был управляющим, более полутора миллиона человек из униатства было возвращено в Лоно Православной Церкви. Но и было принято решение объявить сбор подписей в поддержку процесса обретения мощей Святой Блаженной Валентины Минской. Вы знаете, это ведь очень известная святая, к ней очень многие люди обращаются в молитвах, она помогает им, это чрезвычайно важно. И люди очень желают и хотят, чтобы было совершено обретение ее мощей. Ну и третье, мы ожидаем приезд святейшего патриарха Московского и в Сеяруси Кирилла, скорее всего, это будет, наверное, где-то в середине октября. Будет визит к чему-то приворочен? Он будет связан с тем, что приедет не только патриарх, ожидается, что приедут и постоянные и временные члены Священного Синода. И Святейший хочет провести у нас заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Вот это будет чрезвычайно важное событие. Что ж, искренне желаю, чтобы все ваши планы осуществились. Еще раз поздравляем вас с праздником, с Рождеством Христова. Спасибо, что нашли время. Спасибо вам. Я искренне всех хочу поздравить наших телезрителей, всех наших жителей Республики Беларусь. Пожелать всем вам, дорогие друзья, помощи Божией в трудах. Ну и, конечно, радости. Радости о том, что с нами Бог, разумеете языцы, с нами Бог. Это действительно великая радость. И хочется пожелать, чтобы действительно мы жизнь свою проводили таким образом, чтобы она во всем проявлялась, что с нами Бог. А если мы будем ощущать это, понимать, то тогда, наверное, каждый, если захочет что-то сделать нехорошее, скажет, ну, Господи, ты же все видишь, зачем делать плохое? Будем стараться все вместе. Да, будем делать только доброе, хорошее, вечное, святое. Поэтому пусть Божье благословение пребывает со всеми вами, дорогие друзья. Спасибо вам. Спасибо огромное.